Давайте познакомимся вначале. Меня зовут Цветков Илья, хотя, в общем-то, я не исключаю, что некоторые люди здесь меня знают, потому что сам я когда-то начинал в этих стенах. Затем я прошел определенный карьерный путь, встретил различные как раз препятствия, о которых, например, говорил Алексей. И, собственно, сегодня я хочу как раз рассказать о тех инструментах, которые помогли мне преодолеть эти препятствия и, в общем-то, занять позицию руководителя воронежской части распределенной команды в одной нашей компании воронежской. Вкратце вспомним, что было вначале. Вначале мы выяснили, что у карьеры есть определенные двигатели, определенные препятствия. Мы выяснили, что оба этих атрибута лежат в области человеческих отношений, так называемые soft skills. Про них мы как раз сегодня будем говорить довольно много. Мы выяснили, что оба этих атрибута надо знать в лицо. И чтобы грамотно обходить препятствия и грамотно использовать эти двигатели, нужно понимать, кто является вашим двигателем, а где находятся ваши препятствия. Соответственно, нужно понимать, в каком состоянии находится ваша карьера. Например, те матрицы, о которых говорил Алексей. И, собственно, чтобы грамотно это все использовать, вам нужно… О, немножко продвинемся вперед. Вам нужно их уметь строить, использовать и понимать, где сейчас вы находитесь. Соответственно, мой рассказ будет посвящен тому, как построить карьеру в IT-компании. По итогам рассказа мы составим определенный план. Он будет такой абстрактный. В него вы сможете заполнить какие-то свои личные данные и использовать в будущем. Также мы придем к какой-то конкретной модели, которая вам поможет исполнять этот план и притворять его в жизнь. Вот. О чем же мы сегодня поговорим? В первую очередь мы поговорим о таком важном атрибуте, как навык. Мы разберем, что же такое навык, о том, как навыки помогают вам двигаться в тех самых матрицах из красных зон в зеленые, как помогают двигаться по вашему карьерному плану, как их правильно получать, где изучать, какие важные шаги на пути к приобретению нового навыка есть. И, собственно, как их применять и вообще что с ними делать. В первую очередь давайте поговорим о анатомии навыка. Давайте немножко порисуем. Алексей хитрый человек. Он рисовал квадраты, мне он оставил рисовать круги. Это, я знаю, более сложная задача. Навыки наши все. И, собственно, давайте разберем анатомию навыка. Сейчас мы нарисуем такую известную диаграммку. Так, Алексей сказал, что плохо рисует, поэтому любит. Я тоже плохо рисую, поэтому есть шанс, что когда-нибудь это станет высоким искусством. Как сказал Стивен Кови, навыки лежат на пересечении таких вещей, как знание, умение и желание. Когда эти три атрибута встречаются, у вас вырабатывается определенный навык. То есть, когда у вас есть определенные знания, есть возможность попробовать их на практике, и, что самое главное, желание пробовать это на практике. Давайте подумаем, какие навыки вообще. Начнем, например, со знаний. Какие знания нужны человеку в IT. В первую очередь, это такие знания, как hard skills. Я думаю, все знают, что это за знания. Это то, с чего мы все начинали. То есть, это те навыки, которые мы приобретаем первыми, которые мы используем в повседневной работе. То есть, это знания о нашей предметной модели. То есть, допустим, Java технологии, Net и так далее. То есть, в первую очередь, это некие hard skills. Что с ними интересно? Увлекательная часть hard skills заключается в том, что мы их тренируем, по сути, бессознательно. Каждый день они нам необходимы, чтобы выполнять наши повседневные задачи. Мы, сталкиваясь с определенной новой задачей, если мы не можем ее решить, что мы делаем, мы что-то гуглим, ищем какие-то статьи и фактически получаем знания. Затем у нас есть вполне определенная мотивация выполнить задачу, которую перед нами поставил руководитель. И, соответственно, у нас есть желание. И в процессе практики, практики мы пробуем одно, пробуем второе, пробуем третье. Мы находим некий определенный путь решения задачи и мы получаем определенное умение. Мы вырабатываем определенное умение. И в результате все это суммируется в какой-то конкретный навык в области hard skills. Вторым важным элементом профиля IT-специалиста являются так называемые soft skills. Это те самые навыки, которые позволяют вам находить общий язык с вашими коллегами, руководителем, заказчиком и в принципе в том числе строить вашу карьеру. Есть небольшой участок пересечения, но про него мы поговорим чуть позже. Soft skills. Здесь мы обратимся немножко к статистике, чтобы показать, что soft skills действительно являются важной частью профиля каждого IT-специалиста. Так, например, образовательный проект Hyper Island некогда обросил около 500 работодателей из области IT и телекоммуникаций и выяснил, что soft skills они оценивают при рассмотрении каждой кандидатуры в первую очередь. То есть получая какое-то резюме, они в том числе оценивают не только hard skills, но и soft skills, и при этом они оценивают soft skills чуть ли не в первую очередь. Звучит, наверное, странно для большинства технических людей, но, как пример, у меня друг недавно проходило собеседование в одну IT-шную компанию. Не буду называть название, но уверяю вас, что все мы пользуемся их продуктами. И что самое увлекательное было, то, что на одном из этапов трехчасового собеседования был, как он сказал потом, самый сложный этап. Из трех часов два часа посвящалось тому, знает ли он корпоративные принципы этой компании, как он их понимает, готов ли он следовать, знает ли он миссию компании. Да, это лишний раз подчеркивает то, что soft skills действительно очень важны для современных компаний. Еще интересное исследование было у такого портала, как Superjob. Они также проверили профили различных IT-специалистов и выяснили, что даже те IT-специалисты, которые знают, что soft skills являются важной частью портфеля, порой заполняют его не совсем правильно. Давайте посмотрим немножко на статистику. Выяснилось, что даже заполненные профили порой не соответствуют ожиданиям IT-компаний. И мы наблюдаем в области soft skills определенный перекос по отношению к ожиданиям со стороны IT-компаний и по отношению к тем резюме, которые представлены на рынке. В первую очередь это в цели устремленности, в таком навыке, как инициативность, амбициозность. То есть это те навыки, которые люди у себя не указывают в резюме, а при этом работодатель заявляет необходимость в таких навыках кандидатов. В области лидерских качеств мы вообще видим перекос в 14 раз и, разумеется, такое качество, как самостоятельность. Отсутствовало почти половины кандидатов. Да, да, да. То есть есть определенные вакансии и требования к кандидатам и есть определенные анкеты кандидатов. И то есть мы видим то, что верхняя строка, это то, что представили кандидаты, и нижняя, соответственно, то, что заявлял, какие требования заявлял к кандидатам работодатель. Обязательно. Работодатель виднее. Или можно спросить у тех людей, которые как раз это заполнили. Нужно только их найти. Поэтому возникает вопрос, какие навыки, собственно, нужны мне, вам и каждому из нас. Для этого есть вполне определенный инструмент, который называется колесо баланса. Кто знает такой инструмент, поднимите руки. Отлично. Подсказывайте, дополняйте. К вам будут вопросы. Был уже кофе-брек. Так, и с чего вообще, с чего следует начинать? Для начала нам нужно определить ту целевую позицию, которую мы хотим занять. Ну, допустим, мы хотим через какое-то время прийти к чему там? Сеньор, тимлид, проект менеджер. Ваши варианты? Василин мира. Ну, для начала возьмем Василин локального мира, тимлида, допустим, да? Вот, и попробуем нарисовать его колесо баланса. Вообще, из чего состоит колесо баланса? Колесо баланса – это такой круг, разделенный на, если не ошибаюсь, 8 секторов. Сходится. Вот, соответственно, в этом круге у нас есть нумерация по направляющим от 0 до 10 и так далее. И определенные, скажем так, насечки на этих направляющих. Здесь нам необходимо выяснить, какие навыки мы считаем важны для той целевой позиции, которую мы хотим занять. Ну, допустим, напишем, что наша целевая позиция – тимлид. Технология, допустим, нам не важна. И давайте посмотрим, какие вы считаете навыки необходимы на этой позиции. Предлагайте. Коммуникабельность. Записываем. Ответственность был вариант. Повернуй, да? Разрешение конфликтов. Хорошо. Конфликтов. И так далее. В принципе, я думаю, можем остановиться, потому что сейчас мы не будем заполнять всю. Мы, в принципе, посмотрим, как работать с этим инструментом. Дальше вы для этих навыков определяете, скажем так, какие атрибуты составляют этот навык. Допустим, что включает в себя ответственность? На что вы можете разделить такое умение, как ответственность? Получать по голове. Получать по голове. Крепкая голова. Крепкая голова. Хорошо, как вариант. Крепкая голова. Допустим, еще варианты. Это то же самое. Исполнительность. Хорошо. Отлично. Соответственно, после этого вам необходимо по каждому из этих навыков заполнить то, насколько вы оцениваете себя по этим дополнительным поинтам. Причем здесь самое главное — быть предельно честным с самим собой, потому что это то, что вы рисуете для себя, то, что вы не покажете никому, то, что не узнает никто. Поэтому чем честнее вы будете, тем лучше будет результат. Что делать дальше? После этого мы рисуем определенный таймлайн, где у нас целью является в какой-то момент времени достижение той самой позиции желанной. И на этот таймлайн мы наносим, выяснив зависимости между различными… А, забыл сказать важный момент. После этого мы, выяснив, допустим, различные оценки по отдельным элементам, мы рисуем, скажем так, колесо. Что же получится в итоге мы сейчас увидим. Допустим, получается по отдельным у вас там семерочки, по отдельным может быть даже девяточка навыкам. По каким-то навыкам вы проседаете, и у вас получаются троечки, четверочки. И в сумме получается колесо, которое, если присмотреться, вряд ли поедет. Почему инструмент называется колесом баланса. И наша задача, соответственно, заключается в том, чтобы привести это колесо к нормальному виду, чтобы оно покатилось, и наша карьера поехала вслед за ним вперед. Соответственно, мы выявляем зависимости между различными навыками и решаем, какие навыки мы будем изучать и к какому моменту времени. Здесь есть небольшой лайфхак. Чтобы не изучать все навыки, можно воспользоваться такой вещью, как принцип Парета. Все знают, да? Да, 80 на 20. То есть 20% усилий дает 80% результата. Соответственно, нам, в принципе, достаточно выявить два ключевых навыка на этой позиции и соответствующие зависимости за ними. После этого мы наносим на таймлайн, допустим, можно детализировать. Чем детальнее будет ваш план, тем легче вам будет отслеживать некоторый прогресс по вашей карьере. Соответственно, вы наносите на таймлайн определенные отсечки. Когда вы, допустим, какой тут был вариант, крепкая голова, да? То есть когда ваша голова станет достаточно крепкой, чтобы выносить все удары судьбы. Когда вы научитесь там ответственности, коммуникабельности, допустим, научитесь хорошо писать письма и так далее. Вот. То есть у вас получаются какие-то отсечки. Где в конце, когда вы достигнете вот этого флажка, у вас будет, скажем так, аккуратненькое колесо, которое будет, в принципе, соответствовать будущей позиции. Вот. Здесь возникает вопрос, как и где нам приобретать те самые навыки, про которые мы говорили на этом, которые мы нарисовали. Верхняя часть картинки, я, может быть, ее буду стирать, а нижняя у нас останется до конца рассказа. Это будет тот самый план, про который я говорил. То есть мы выработаем какой-то конкретный план, а дальше мы еще предложим модель, которая будет выполнение этого плана описывать. Вот. Теперь мы приходим к тому, где и как нам получать все навыки. Здесь хитрость лежит в том, что все мы IT-специалисты в большинстве своем выходим из технической сферы, соответственно, из технических вузов, технических специальностей. А так уж получается, что та половина нашего профиля IT-специалиста, которая является соцкиллами, лежит в области социологии и психологии. Те вещи, которым нас точно не учили в вузах. Возникает вопрос, можно ли это выучить самому. В принципе, нет ничего невозможного, но в силу того, что… Алексей, не торопите меня. В силу того, что функция соцкиллс-навыков включает просто миллион входных параметров, у нас получается такая некая матрица, скажем так. А, да, Алексей, вы были правы. Да, соцкиллс-функция включает в себя просто миллион входных параметров, и есть множество пересечений, порой даже тех, о которых мы не подозревали. И, соответственно, получается такая довольно хитрая матрица входных параметров и порой непредсказуемых результатов. Нам же нужно получать вполне конкретные результаты, и желательно, чтобы результаты были положительные, ведь от них-то зависит наша карьера, наше движение, в том числе и будущее. Получается, нам нужен некий проводник, человек, который, в принципе, эту матрицу уже взломал. Небольшая отсылочка. И нам нужен, получается, свой Морфеус. Тот человек, который взломал эту матрицу, который может нас провести по определенному пути. Как мы помним, у Нео были определенные зоны, где он тренировал определенные навыки. То есть этот человек нам обязательно расскажет, покажет и обязательно нам даст попробовать определенные умения, возможности. В реальном жизни таких Морфеусов обычно исполняют такие институты, как университеты, например, или МБА, и различные тренинги. Поскольку МБА и университет – это довольно дорого и затратно, порой еще и очень долго, отличным выходом являются как раз тренинги, которые тренируют один, два, три определенных навыка, которые как раз могут быть вам необходимы. То есть вам не нужно делать всю университетскую программу, чтобы, допустим, прокачать свою коммуникабельность. Вы можете подобрать определенный курс, который как раз будет на цель на тренировку коммуникабельности, пройти его и продвинуться вперед по вашему плану. Вообще расскажите, кто за последний год был на каких-нибудь hard skills тренингах. Hard skills, поднимите руки. Тренинги, конференции. Отлично. А кто был на определенных soft skills тренингах или конференциях? Хорошо. Чуть меньше, но хорошо. Хорошо. Это, да, это, да, да, отлично. А теперь поднимите руки, кому тренинг понравился. Да любой. Так, ну в любом случае рука стала меньше. Есть определенная наука, которая описывает то, как обучаются взрослые люди. Наука называется андрогогика, а в основе нее лежит такая вещь, как модель американского психолога Колба. Кто знает модель? Отлично. Которая, в общем-то, довольно проста, как весь наш мир. Она циклична и начинается с получения какого-то определенного конкретного опыта. То есть сейчас мы как раз описываем то, как обучается взрослый человек. В первую очередь к нам приходит какой-то жизненный опыт. Мы с ним сталкиваемся. Про это говорил Алексей. И дальше мы начинаем думать, что же делать. Причем желательно, чтобы этот опыт был негативный. Именно тогда у нас в мозгу запускается определенный процесс, который пытается описать, как же так мы взрослые люди, они смогли рассчитать, сколько поездов увидит машинист. Мы размышляем, размышляем, размышляем. И в процессе этого размышления у нас вырабатывается некая модель. Эта модель в первую очередь описывает, почему же произошло то, что случилось, и что нам делать дальше. И после этого нам нужна вполне определенная практика. Мы идем и заново практикуем, допустим, ту же задачу или аналогичную ей. После чего мы получаем очередной конкретный опыт и можем оттачивать дальше этот навык. Вот. Для примера здесь можно вспомнить, как все мы учились когда-то ездить на велосипедах, потому что, я думаю, все могут. То есть первым конкретным опытом у нас являются чаще всего сбитые коленки. Рефлексией после плача является, скорее всего, использование какой-то защиты, наколенников. Дальше мы снова используем практику. Садимся, едем, проезжаем, падаем, получаем очередной опыт. Снова продолжаем думать. То есть наколенники нам ехать не помогли. Дальше должно быть что-то еще. А модель в данном случае была как раз использовать защиту. Дальше мы ее применяем на практике. Понимаем, что в принципе помогло, но не тому. Думаем, что же делать дальше. Думаем, что может быть надо крутить педали быстрее. В данном случае модель будет крутить педали быстрее. Пробуем на практике. В принципе у нас получается. Мы едем, виляем, но едем. И получается какой-то конкретный успешный опыт. Получается в принципе в итоге навык езды на велосипеде. То есть это то, как мы учились. Я думаю, все могут это вспомнить. Но это лишь одна часть составляющая тренинга. В принципе давайте запишем и с вами вместе подумаем, из чего должен состоять хороший тренинг. Как правильно его выбрать. Потому что, допустим, зайдя на ту же Курсеру или там потом предложим другие ресурсы для выбора тренингов, вы убедитесь, что их нескончаемое множество. Есть платные, есть бесплатные. Как выбрать тот, который необходим вам. Многие волнуются, особенно выбирая платный тренинг. Оправдает ли он ожидания, потраченные финансы. Соответственно, в первую очередь тренинг должен удовлетворять этой модели. То есть давайте подумаем, каким еще критериям должен отвечать хороший тренинг, чтобы знания, полученные на тренинге, превращались в некий навык, который вы будете использовать. Первое. Правильная модель лежащая. Еще варианты предлагайте. Ну, то есть это фактически интересный, то есть фактически удовлетворяющий вашему запросу, то есть тренирующий тот самый навык, про который вы говорили. Актуальность навыка. Ну, я бы сказал, что актуальность навыка определяете вы, потому что актуальность навыка – это то, как раз нужен он вам или нет. Потому что в различных бизнес-доменах разные навыки могут быть актуальными. Подача материала. Подача материала. А что именно, например? Ну, чтобы она была не такая, а время она не стоит. Ну, это модель. А что еще может быть в подаче материала, например? Верно в подаче материала. Да, практика. Отлично. То есть какие-то… Практика пишем. Отлично. Практика. Так, кто-то говорил, что мы должны тренировать определенные навыки. То есть в среднем тренинг должен тренировать 1-3 навыка, чтобы не было как раз той самой каши, про которую вы говорите, если у вас там будет 10 навыков, и должно быть что-то больше, чем 1 навык. То есть 1-3 навыка. И чем у нас может дополняться практика? Какими-то там примерами из жизни тренера. То есть, в принципе, если это проверить, то, собственно, хороший тренер как раз все примерно сходится. Ну, единственное, 2-4 навыка примерами и обязательно сопровождаться практикой. Таким образом, мы, возвращаясь к нашему таймлайну, мы выяснили, какие навыки нам нужны, как их получить. Теперь возникает вопрос, что же делать с полученными навыками. Очень такой нетривиальный вопрос. То есть сначала мы вроде как решили, что навыки эти нужны, а теперь мы думаем, а что же с ними делать. Навыки надо где-то применять. На ком, как вы считаете, надо применять полученный, допустим, навык обязательности? Коммуникаций? Заказчик? Еще? Семья? Ну, это побочный плюс. Кто-то сказал руководитель или мне заказчик? Да, сказали, отлично. Вот. То есть в первую очередь мы идем с нашими навыками к руководителю и к нашему любимому заказчику. Но тут есть определенный лайфхак. Не стоит идти к руководителю. Например, вы встретили утром после тренинга руководителя на кухне, он наливает свой утренний кофе, и тут вы решили потренировать свои переговорные навыки. Вот. Это не самая лучшая практика. Жизненный опыт показывает. Для этого есть другие инструменты. И самым полезным инструментом для тренировки как раз тех самых навыков является встреча один на один. В первую очередь, разумеется, встреча один на один с вашим руководителем. Это как раз аналог тех самых, если брать отсылку к матрице, к которой мы возвращались, это отсылка к тем самым зонам, которые были у НЕО для тренировки определенных навыков. На встречах один на один вы можете сверяться со своим карьерным планом. На встречах один на один вы можете узнавать, где же сейчас находится ваша карьера. То есть, построив матрицы, о которых говорил Алексей, вы можете выяснить, соответствует ли ожидание, мнение заказчика тому, как на самом деле, то, как вы описали, и то, как это видит заказчик. Есть ли соответствие между этим? Вы можете сообщить своему руководителю о том, что у вас есть определенные планы, определенные цели. Потому что, например, когда вы решите, что вы дошли до этого флажка, и придете к заказчику, к руководителю, и скажете, дорогой босс, я считаю, я дорос дать тимлида, а тимлид Сергей, давайте вы его куда-нибудь повысите, а я займу его позицию. Это будет не совсем то, что ожидает от вас руководитель. Соответственно, какие у нас основные принципы есть? При встрече с заказчиком. Хороший вариант. С руководителем. Соответственно, в первую очередь мы должны разделять такие встречи, как первая встреча и последующие регулярные встречи. К первой встрече нужно подготовиться чуть более внимательно, нужно сообщить грамотно руководителю о том, что мы хотим с ним пообщаться и о чем мы хотим поговорить с ним, потому что зачастую, когда сотрудник подходит к руководителю, руководитель полагает, так, либо хочет денег, либо увольняется. Нужно грамотно сообщить человеку о том, что мы хотим поговорить именно с такой конкретной целью, что у меня есть определенный подготовленный, может быть, рассказ, повествование о том, как я вижу себя, и различные аргументы, что вы готовы выслушать его фидбэк. То есть вам необходимо подготовиться, запланировать, убедиться, что ваш руководитель, допустим, за день до митинга, что у него он есть в плане и что он вас ожидает. Соответственно, прийти на встречу и постараться грамотно ее провести, пользуясь всеми теми навыками, которые вы как раз недавно изучили. После этого вам необходимо запланировать те самые регулярные встречи один на один. Для чего они нужны? Они нужны вам именно для того, чтобы вы могли сверять план с действительностью и вносить необходимые корректировки. То есть каждый раз, когда вы ожидаете, что вы продвинулись настолько, вы приходите в этом чекпоинте к вашему руководителю, и вы узнаете, действительно ли вы продвинулись, или все-таки стоит вернуться и, допустим, этот навык повторить. После чего вы его еще раз тренируете, приходите, и так потихоньку вы движетесь к финальной цели, о которой, кстати, уже знает ваш руководитель за счет того, что вы ему об этом сказали. Дальше у вас может быть такая возможность, пусть не на всех позициях, но у большинства она имеется, как возможность провести один на один с заказчиком. Это чуть более тонкая встреча, и она есть зачастую у тех, кто управляет проектом, у тимлидов и, допустим, проект менеджеров, а у остальных сотрудников она также остается, но через своего руководителя. Хотя есть проекты, в которых, собственно, все общаются с заказчиками, бывает все. Соответственно, вы можете узнать непосредственно, что думает о вас самый главный человек, как сказал Алексей, тот человек, у которого все деньги. Вот, собственно, вы можете узнать, что думает о вас он, потому что даже если ваш руководитель, в принципе, вами доволен, но от заказчика вы получаете негативный фидбэк, с этим нужно срочно что-то делать, потому что в конечном счете, когда руководитель придет и скажет, что мы хотим продвинуть этого товарища по карьерной лестнице, заказчик скажет, да что-то вы знаете, я вот им не сильно доволен, давайте мы выберем кого-то другого, а этого через годик-другой повысим. Вот. Соответственно, этими двумя инструментами нужно пользоваться, нужно их планировать, нужно иметь их обязательно на своем таймлайне, в своем карьерном плане, потому что это те самые чекпоинты, которые повышают и вашу прозрачность, и вашу визибилити для и непосредственно вашего руководителя, и для заказчика. После этого вы вопросы? Да. Вообще вот как раз очень интересный вопрос, повторяйте вопрос же, да, соответственно вопрос прозвучал так, можем ли мы по реакции, допустим, как скрытного заказчика узнать, что же на самом деле он о нас думает, правильно? Да, да, да. То есть здесь как раз вы можете проявить свои переговорные навыки, то есть может быть ваш заказчик вам не доверяет, то есть может быть вы, так получилось, что последние пару спринтов у вас не выходили, и в принципе вы не сдавали проект. И вы приходите и спрашиваете, ну что, ты доволен нашей работой? В принципе, порой в этот момент ответ очевиден. Для таких встреч нужно, естественно, выбирать правильное время, правильные слова, то есть как раз иметь те самые навыки из области соцсет, чтобы понимать по порой невербальной реакции заказчика, что же на самом деле он думает. Но вообще заказчики бывают разные. Есть заказчики, которые с радостью понимают, что в принципе от того, как они взаимодействуют с вами, будет получаться тот или иной результат. Есть действительно более скрытные люди, у них приходится уже узнавать, использовать те самые инструменты, которые вы изучаете на тренингах. Ответил на вопрос? Да? Хорошо. Так, теперь самое главное. Мы поговорили, что-то выяснили, но теперь что же нам делать? Что делать прямо сейчас? В первую очередь выполните то, что говорил Алексей. То есть оставьте те самые матрицы, опишите свое текущее состояние, чтобы понять, где вы находитесь, и дальше вы определите, куда вам двигаться дальше. В первую очередь, возможно, вам придется вернуться в зеленую зону, чтобы двигаться вперед. Вот, может быть, вы в ней уже находитесь, и вам нужно просто приобретать новые скиллы и двигаться к назначенной цели. То есть определитесь со своей целевой позицией, нарисуйте ее колесо баланса, опишите те навыки, которые вам необходимы, до какого уровня их нужно раскачать. Обязательно на встречах один на один с руководителем вы эти навыки и ваши планы опишите. Вот как раз тот сайт, про который я говорил, еще один, где можно подобрать необходимые soft skills тренинги для прокачки тех самых навыков. Можно записать, но, в принципе, потом по окончании встречи у вас будут все материалы, все ссылки, которые были использованы. То есть, в принципе, сейчас можно не тратить на это время. И, разумеется, это все нужно выполнять, практиковать и постоянно сверять с вашим планом. И после этого ваша карьера будет двигаться, согласно тому, что вы запланировали. Теперь подведем, наверное, небольшой итог. То есть, я надеюсь, что все выполнят этот самый важный шаг, потому что лично я себя скажу, как человек, посетивший множество различных тренингов, так уж получается, что здесь действует тот же принцип Паретта. 80% людей, прослушав, выходят, говорят, что тренинг хороший, понравился, но не делают ничего. В этом состоит, как я считаю, проблема большинства людей, что они, в принципе, слушают, понимают, но не делают. То есть, постарайтесь, может быть, прямо сейчас, может быть, придя домой, может быть, чуть-чуть поразмыслив, как раз порефлексируя, составить свой план, проверить свой план, может быть, запланировать какие-то те самые встречи один на один и претворить его в жизни. Вкратце, о чем мы сегодня поговорили. Мы выяснили, что навыки – это тот самый, в том числе, двигатель нашей карьеры, такой скрытый, который мы не видим, который скрывается за всеми нашими переговорными моментами, за различными нашими успехами и провалами. Мы научились выявлять, какие навыки нам нужны. Мы узнали, как эти навыки тренировать и где их правильно применять. Про это чуть-чуть позже, а пока вопросы, пожалуйста. Спасибо вообще, что были такой отличной аудитории. Спасибо компании DataArt, которая позволила провести этот тренинг. Вопросы? Спасибо. 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 Вопрос прозвучал так. Если начальник не дает под зад, как сохранить саму мотивацию? Правильно? Вообще, вы счастливый человек, если ваш начальник делает то самое, потому что, как показал мой жизненный опыт, очень редко встречаешь такого человека. Чаще всего как раз ту позицию, которую вы хотели занять, занимает какой-то человек, который был более заметен, делал чего-то побольше, может быть, умел чего-то побольше. И, в принципе, с какого-то момента у вас появляется мотивация, а почему не я, это должен быть я. То есть тут есть два варианта. Либо вы со временем накопите мотивацию достичь этой цели, либо, как вариант, приложите усилия, получите какие-то первые положительные результаты, и у вас появится какой-то такой позитивный настрой, который будет вас двигать дальше. Вы увидите, что что-то может измениться, что-то уже меняется. Хотел я второй монитор, второй монитор появился. Ну, это как пример. Еще вопросы? Да. Ну, вопрос прозвучал так, делал ли я что-то из этого. Я по большей части рисовал матрицы, пытаясь понять, где же я нахожусь. В том числе рисовал колесо баланса, но тут мне повезло. У меня был как раз такой руководитель, который сказал, тебе не хватает того и этого, и у меня не стояла задача выяснить именно те два навыка, которые нужно качать, потому что мне на них указали. Но мне пришлось, естественно, выяснить зависимости между этими навыками и их производными, и, соответственно, выбрать, как я буду их развивать. Еще вопросы? А у тебя не было. Да я повторю, говори. Так, слышно? Отлично. Вопрос следующий. На практике известно, что платные тренинги по так называемым soft skills в кавычках направлены на выкачивание из обучающихся, на выкачивание, ну, видимо, денег из обучающихся, а не на обучение. Верите ли вы в честные тренинги? Ага. Я полагаю, вопрос можно не повторять. Верю ли я в честные тренинги? Да, верю. Да, верю, что они есть, но вернусь к тому, что действительно их не такой уж большой процент. Поэтому как раз у нас в презентации была та часть про определение подходящего тренинга вам, правильного тренинга, как раз про то, как не выкинуть деньги, как правильно выбрать тренинг из огромного множества имеющихся. Порой нужно понимать, что хороший soft skills тренинг может заключаться даже не в том, как про, скажем так, не в тех конкретных вещах, которые будет говорить этот мастер, а в возможности потом уточнить как раз по этим конкретным навыкам у этого мастера конкретные примеры и задать свои вопросы, и отработать их потом на этом же тренинге, на практике под его руководством. То есть на каждом тренинге, буквально, не знаю, по осени, наверное, мы были на тренинге, мы с тобой были на одном тренинге, но в разные дни, да. У меня были определенные вопросы к тренеру, собственно, которые я задал в один из кофе-брейков, и как раз на практике мы потом их отработали, то есть там был тренинг по таким переговорным ситуациям. Поэтому да, я верю, что все тренинги полезны, если ими правильно пользоваться, но бывают в тренинге, которые полезны, в принципе, от природы. Еще вопросы? Да. Вот я вспомнил, как я вам говорил, в каком-то тренинге. Вот есть тренинг, вот, например, по общению. Вот, вы не приходите, пользуйтесь, деньги, они общаются, и вот они, значит, там расстанавливаются, общаются. Промневался, да, в чем, я сейчас общаюсь с человеком, потому что он не тренинг не был. Мы общаемся с двух самых всяких, скажем, там, я не знаю, там, кто-то там говорил, не только я хочу, если могу, или не нужно, там, человеком, говорю, а то, что у меня вот тренинг там сзади стоит, говорит, давай общайся. То есть общение получается на тренинге, прекрасно, на практике, но в реальной жизни тренинг сзади не стоит. Соответственно, в двое может расчелкнуть, а зачем им общаться с одним лучшим взаимодействием? То есть ваш вопрос? Вопрос в чем? Как практика, которая у нас на тренинге, переносить все, что это на реальную жизнь? На самом деле можно, потому что я не однократно, что вот это именно проблема. То есть люди учатся, например, находятся в плане, что у них там все это получается, но в реальной жизни там структура жизни, то есть это не тренировка, это реальность. Так, вопрос, как перенести, получается, навыки, полученные на тренинге, в реальную жизнь? Можно было выделить эти слова? Вообще, действительно, да, это сложная задача. Спасибо за вопрос. Вопрос, как перенести навыки, полученные на тренинге, в реальную жизнь? В принципе, тут ответ один. Практика, 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 практика. Чем больше практики, тем лучше будет ваш навык. Поэтому очень важна практика на тренинге, которая происходит. Попробовав какой-то навык на тренинге, да, вы его тренируете с человеком, который знает, что вы тренируете. Он знает, зачем вы это тренируете. Но в целом вы получаете какие-то такие, стараетесь получить какие-то базовые понятия. То есть последний тренинг как раз у нас был, например, по умению слушать, насколько я помню. Вот, то есть где-то только к середине тренинга мы поняли, что так, вот сейчас надо замолчать и обратить внимание на те вещи, про которые говорил тренер. Потом в жизни, естественно, в следующий раз попав в аналогичную ситуацию в жизни, сразу не включаются все эти рефлексы. Это то, что вырабатывается со временем. То есть в какой-то момент вы понимаете, так, стоп, меня же этому учили. Так, что он хочет до меня донести? Так, он хочет донести, например, это и это. Со временем вы начинаете понимать то, о чем говорил тренер. Все больше и больше вы возвращаетесь к каким-то материалам, которые вам выдали на тренинге. И потихоньку вы все больше и больше овладеваете этой темой. А тут нет другого ответа, кроме как практика. Никто, прочитав книжку «Как ездить на велосипеде», не поехал сразу на велосипеде. Да, 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 в том числе. Что делать, если руководитель отказывает? Так, вопрос прозвучал, если руководитель игнорирует встречи один на один. Что делать? Простой ответ из зала был поменять руководителя, но это порой не самый правильный ответ, потому что вам может нравиться проект, могут нравиться люди в проекте, задача. Соответственно, нужно найти правильный подход к данному руководителю. Может быть, надо, в первую очередь, как, у нас есть конкретный опыт, вернемся к модели. Да, то есть нас игнорирует руководитель. Давайте подумаем, почему так. Может быть, вы, не знаю, там на каждом митинге задаете по 140 вопросов, и он вас просто уже ненавидит эти вопросы, потому что он ожидает, что вы сейчас будете досить его еще сотни вопросов. Может быть, какая-то еще была ситуация, которая влияет как-то на это. Ну, нужно понять, почему так происходит. Может быть, поинтересоваться у коллег, кто, например, с ним хорошо общается, как правильно подойти к этому человеку. В общем, это тоже, скажем так, переговорный навык. Нужно понимать, как подойти к человеку, найти общий язык и получить необходимую информацию. Ну, я бы, что-то не самый частый кейс, надеюсь. Можно я доходу? Да. Раз-раз слышно, да? Спасибо за вопрос, хороший вопрос. С этим делать. Я еще немножко прессую, если с твоего разрешения. Да, давай, давай. Я таймлайн не буду стирать. Таймлайн стирать не буду. Сейчас Леша квадраты будет рисовать 100%. Смотри, вопрос в чем. Значит, твой руководитель не хочет с тобой встречаться. Ну, игнорирует, скажем так, да? То смотри, в чем может заключаться проблема. Все мы люди. Мы же выяснили, что руководители у вас тоже люди, да? Как заказчики. Человек, как существо, в общем-то, выросшее в группе людей, которые его окружают, да? И который являлся в свое время оплотом и гарантом его стабильности. Он привык все, что вокруг него, рассматривать с точки зрения так называемого семантического дифференциала. Вы слышали такое выражение? Это из психологии, конечно, совсем вещь. С таким же сталкивался, нет? Что такое семантический дифференциал? Это когда человек, любое явление, которое происходит вокруг него, он рассматривает относительно пары, например, сейчас буду рисовать, точнее писать. Такие пары, как полезность-бесполезность, опасность-безопасность. Ну и какой еще, как вы думаете, вот представьте, что человек, существо, в общем-то, животное, да, все-таки, да? И он как-то вот рос, развивался, эволюционировал, как животное, да? Какой еще фактор, вот как он расценивает, вот что вокруг него происходит, да? Типломерка, ну хорошо, да, это как вариант, съедобное-съедобное. Вот чуть более, чуть более общее, вот съедобное-несъедобное. То есть что важно для человека, например, он смотрит, он видит автомобиль на улице, да? Вот как он его с помощью этих вот факторов оценивает? Он ему полезен или бесполезен? Если он никуда не едет, он ему бесполезен, наверное, да? Опасный-безопасный, да? Но если он стоит, он безопасный, наверное, да? Еще есть один такой фактор, который расценивает для того, чтобы оценить, насколько вот то, что там происходит, для него важно. Ну, да, немножко общий. Ну, не буду вас мучить, конец уже нашей встречи. Это активное-пассивное. Ну, то есть если автомобиль двигается, да, то он потенциально опасен. Но если он двигается не к вам, то, в общем-то, в данном случае он активен, да? Но он безопасен, потому что двигается не к вам, да? Активное-пассивное. К чему я это говорю? К тому, что ваш начальник – это тоже человек, да? И вон, когда вы к нему подошли, как рассказывал Илья, да, он напрягся. Чего вы к нему подошли? Что вы от него хотите? И он, естественно, начинает вас рассматривать через призму вот этого дифференциала. Вы активны. Что-то от него хотите. Вот самое интересное. То есть он это уже для себя решил, да? Он начинает для себя решать вот это, что происходит, да? А полезно или бесполезно, да? Он, наверное, пытается понять, полезно или это бесполезно с точки зрения того, насколько вы не везете ему опасность или безопасность. Если вы на него налетаете вот схода, вот, как, опять же, рассказал Илья, на кухне, да, то, наверное, на него опасно, потому что он вообще думал о своем, вы налетаете. Когда мы с тобой встретимся, да? Человек, наверное, просто кружку выронет из рук. Соответственно, нужно как минимум навести некую безопасность. Как это делается в реальной жизни? Когда вы не просите договориться о встрече, вы сначала начинаете с того, что вы говорите о необходимости того, что эта встреча нужна. И более того, вы раскрываете, что вы будете на этой встрече обсуждать. То есть я хочу с тобой встретиться для того, чтобы поговорить о моем карьерном пути. Я вот прикинул себе план, хочу увидеть твое мнение и так далее и тому подобное. Вы ему сейчас показываете безопасность своего присутствия рядом с ним, да? И для него это не так уж опасно, да? То есть окей, я понимаю, что он от меня хочет, да? Теперь он рассматривает вас через полезность в бесполезность. Ну хорошо, вы расскажете ему про свой план. Ему-то от этого что? То есть вы можете просто потратить его время, да? Люди занятые, да? Потратили время и ничего не изменилось, да? То к чему это ведет? То есть это та самая вещь про визибилити, наверное, да? Это туда же. Если вы умеете давать результат и показывать его, то он автоматически поймет, что вы полезны, вы что-то хотите сделать полезно для себя, для него и для компании там в целом. Если это явно не следует, визибилити не хватает, это тоже нужно будет объяснить. Поскольку этот процесс может быть растянут во времени, чаще всего используется такой подход, как Outlook, в котором назначается встреча, глядя в календарь вашего начальника. Не просто куда-то там, а бы куда назначается. А в календарь начальника, желательно, лучше предупредить, что вы назначите эту встречу. Просто с бухты барахты опять какая-то опасность какая-то, да? При этом у встречи от вас он опять увольняется со мной. То есть лучше сказать, что вы встречу назначите. И далее есть такое понятие, как повестка дня, повестка беседы. Вот в повестке вы уже показываете ему, почему вы для него безопасны и почему вы для него полезны. Если эти факторы будут отражены там хорошо, то что вы будете обсуждать, зачем вы встречаетесь и как это принесет пользу вам, ему, ему опять же он тоже должен свою пользу увидеть и компании в целом, тогда это будет не так страшно. Он будет готов к этой встрече, он не будет ее бояться. И поверьте мне, даже если он вот эту встречу отложит, скажет, ну там не могу, да, он долго откладывать не сможет. Объективных причин, учитывая, что, допустим, вы назначили в пустое время в календаре, ну нужно будет еще подобрать причину, да. Если уж он совсем говорит, нет, ну ты очень опасный человек, да, даже через Outlook опасный, да. Ну тут нужно что-то делать из разряда менять своего руководителя, да. Но в 99% случаев все люди адекватные, естественно, они это поймут. Им просто нужно вот это понять, да, вот эту позицию относительно вас. Зачем все это происходит? То есть это вот такое глобальное слово «зачем?». Вот, вот то, что я мог бы рекомендовать в этом вопросе. Да, цепные вопросы. Вообще этот интервал, вопрос такой, как часто стоит проводить встречи один на один, и не часто ли 2-4 раза через 2-4 недели. Вообще это сильно зависит от специфики проекта, с моей точки зрения, и от специфики занимаемой вами должности. То есть вам необходимо будет выработать какую-то стратегию вместе с самим руководителем, как часто вам надо видеться. К примеру, если выяснилось, что по тем самым матрицам ваша карьера находится не в зеленой зоне, и у вас есть какие-то проблемы, и возможно в проекте что-то горит, то, как вариант, первое время вам необходимы будут частые встречи. Естественно, с повышением уровня доверия, прозрачности, эти встречи смогут растягиваться, интервал между ними. Вопрос к Алексею. Ну, у меня тут первый вопрос, как он руководителем стал, да? Да, ну да. С такой ленью. Ну, смотрите, относительно вот, наверное, тут все-таки 2 вопроса, да? Как к этому процессу подойти, когда вы вот так вот думаете о начальнике, да? Давайте, наверное, пойдем, наверное, с того, исходить из того, что есть такой тоже известный психолог, один из основателей коучинга, его зовут Милтон Эриксон. И вот он рекомендует для того, чтобы коммуникация была продуктивна с кем бы то ни было, с начальником, с руководителем, с коллегой, в семье там кто-то хотел применять, да? Исходите из того понимания того, что все люди, с которыми вы общаетесь, включая вас, вы исходите из того, из положительного намерения. То есть ни один человек, который вот ленивый, или вот неизвестный нам руководитель с Ильей, они не встают с утра с ощущением того, как бы сделать гадость сегодня, как бы сегодня проигнорировать в очередной раз Ленина приглашение на встречу, да? Вот, но не встает он с этим намерением. То есть все люди действуют исходя из своего положительного намерения. Конечно, оно положительно субъективно для этого человека. Вот, соответственно, если вот эту аксиому, что ли, да, или вот эту вот присуппозицию принять сразу, что человек-то, в общем-то, все люди неплохие, все люди неплохие. Мы каждый, естественно, думаем о себе чуть лучше, чем у других. О, напомните, я сейчас расскажу такую классную штуку, про как мы думаем про себя и про других. Вот уже становится проще. То есть он не ленивый, то есть у него, возможно, просто есть какая-то проблема о существовании, которую вы не знаете. То есть если вы будете понимать, что он человек как бы нормальный, он что-то тоже делает для того, чтобы развиваться, там, жить и жить лучше, то это уже становится гораздо проще. То есть уже тут подходы к тому, чтобы ему объяснить, зачем, они несколько меняются. Если ты будешь приходить с пониманием того, что он ленивый, то заставить его встретиться с тобой, поактивничать, будет очень сложно. А если исходить из того, что у него просто есть какие-то задачи, может быть, жизненные проблемы, которые на работе просто не видно, то можно к нему подойти и сказать, я очень хочу с тобой встретиться, очень хочется поговорить, но я вижу, что ты сейчас очень занят. Ты сейчас что-то тебя гнетет. Давай попробуем. Давай попробуем. Да, это, кстати, тоже оттуда же из Милтона и Эриксона. Это в первую очередь нужно разобраться с проблемой того человека, к которому мы пришли, прежде чем свою проблему вываливать. В противном случае он слушать не будет. Он опять будет вас считать опасным, бесполезным, потому что он свою проблему в голове решает и так далее. Но мне очень нужно с тобой поговорить. Давай мы с тобой поговорим, когда тебе станет легче. Допустим, он может знать, что там за ситуация. Он скажет, например, через месяц. Окей, хорошо, ты к этому подготовилась, сделала правильную встречу с правильной агентой, повесткой, написала, что ты хочешь с ним обсудить. И отлично. И ты прорвешься через вот эту перцепцию того, какой этот человек есть. А по поводу вот, кстати, себя… Алексей, можно я тебя перебью? Я хочу добавить просто про то, как Алексей говорил, как начальник воспринимает это ваше желание пообщаться с ним. Тут нужно отталкиваться еще от того, какого, если возвращаться в психологию, какого психотипа вы и какого психотипа ваш начальник. Потому что если вы такой яркий экстраверт, то к нему подходите, ахренеть, начальник, я хочу с тобой поговорить. А он интроверт. Бывают, например, начальники интроверты, которые, в принципе, человек в себе, он думает о планах, о чем-то будущем. А тут нужно подходить, именно отталкиваясь от того, какой этот руководитель сам по себе человек. То есть всегда нужно использовать правильный подход и в правильной ситуации. Ну и чтобы закрыть эту тему, расскажу, рисовать на артемуду, расскажу, наверное, на словах. Ну вот такой кейс, представьте, да? Представьте себя, вот вы купили большой… Хорошо. Машину своей мечты, не буду описывать, какая у всех, она, наверное, разная. Вот вы купили машину своей мечты, Сергей купил, да? Вот скажи два слова, почему ты, вот как ты этого добился? Как ты к этому пришел? Вот как такое случилось? Ну… И начал проводить тренинги, начал проводить тренинги, зарабатывать на этом деньги, да? Хорошо, но вот если это назвать как бы более серьезно, то есть благодаря чему вот ты купил эту машину своей мечты? Красавчик. Ну то есть это благодаря тому, что ты работал много, да? Ты знаешь, как найти подход к ленивому начальнику, ты знаешь, как общаться с людьми, ты знаешь, как делать, правильно писать код и так далее. Ну то есть благодаря твоим классным навыкам, правильно? А теперь представьте, что мы видим на улице машину вашей мечты, но за рулем ее сидите не вы. Какой-то другой человек, да? Не дай бог, если это там барышня еще, да? Лена. Чего мы начинаем думать? Да как эта машина попала к человеку, да? Ну явно он не напрягался, да, чтобы эту машину получить? Вообще никак. То есть если это молодой человек, ну там папа подарил, да? Если там девушка, ну вообще не будем рассуждать на эту тему. То есть ощущение как бы получается того, что когда мы думаем про себя, мы думаем, что у нас как бы есть для этого обоснование, что мы такие хорошие, потому что мы такие хорошие. Мы что-то достигаем, потому что мы такие хорошие. А другие люди, которые когда что-то достигают, это им повезло. Это не они такие, это не благодаря их навыкам, не потому что они что-то старались сделать. Вот так устроена психология человека. Аналогично, например, устроена такая ситуация, когда, например, вы опаздываете на встречу. У вас же у всех есть обоснования, почему. Пробки, снег пошел, водитель маршрутки закурился, забыл поехать вовремя, машина сломалась и так далее. Когда опаздывать на важную для вас встречу другой человек, что вы думаете? Что-то не мог пораньше вычесть, что ли? Что-то не зная, что у нас пробки в городе и так далее. Вот именно так просто организована наша психология. Поэтому, когда вы идете к другому человеку, думайте о нем как о себе. Думайте о нем, что у него тоже есть какие-то свои, как это сказать, свое видение мира, и то, что оно не хуже, не лучше вашего. И что он что-то делает каждый раз, делает, исходя из положительных намерений. Тогда в таком случае, возвращаясь к вопросу о том, как к начальнику подходить, будет подходить к нему проще. Ну то есть не будет понимания такого, что я трудолюбивый сотрудник, а он ленивый начальник. То есть, наверное, это не так. Наверное, если поменять присуппозицию того, как это происходит перед этой встречей, все пройдет гораздо проще. Еще вопросы? Еще вопросы? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 spoils muss. может быть согласными и вам и ему по этому результату. сколько вы хотите прийти. Может дать заданий на дом например. Ну а колесо баланс на довольно такой нейтрально то есть его без проблем можно на рисовать и с вами чтобы как с руководителем даже лучше потому что вы можете посоветовать что для этих компетенций нужно знать да какие критерии достижения ему скорее всего на другой позиции это просто сложно потому что даже их не знает вот а такие вещи как матрица почему нет пусть нарисует дома из них прикинет где на самом деле находится ну и сам разработать план по достижению а вам на review принесет это будет в принципе хорошая работа руководителя то есть есть такая тоже присказка если вы это к руководителям относится если вы 90 процентов времени что-то делаете не контролируете то вы так себе руководитель задача контролировать да и там где проводить ревью и там 10 процентов времени что-то дел это в принципе плане на подход к работе в данном случае с сотрудниками то я бы здесь наверное уточнил что нужно еще отталкиваться конечно же от самих сотрудников потому что не все сотрудники к примеру могут уже грамотно составить свое колесо баланса или там свои матрицы визибилити эффективности и нужно понимать что может быть не для всех сотрудников они еще нужны потому что если к примеру так окажется что человек еще плавает в области hard skills то есть мы допустим его недавно взяли то есть допустим джуниор да возможно для него это еще рано и или как может оказаться если вы решите составить его для него колесо баланса в области hard skills может оказаться что к примеру он вас как эксперта в этой области может не уважать например в этом нет ничего такого что не все менеджеры пришли допустим из программирования как вариант и человек может подумать так он меня учит но подождите он же в прошлом допустим психолог как вариант да вот а менеджер он хороший вот в этом случае возможно стоит выбрать как раз тех людей которые позволят вам разгрузить и себя и тех кто будет для него являться авторитетом в данной области которые помогут составить ему колесо баланса если к примеру эти люди как раз вашей команде не умеют этого делать заодно они и выучиться правильному составлению карьерного плана его и соответственно своего то есть получится такая цепная реакция то есть одни сотрудники тянут за собой других и вся эта машина потихоньку работает и движется вперед вопрос был как составлять матрицы осознанности компетентности в разных по разным по отношению к разным властям посмотрите то есть эта матрица она работает какой-то конкретной области да то есть вы должны ее каким-то образом идентифицировать то есть если это область там soft skills про который мы говорили да но вы должны в какой-то конкретно не просто как у меня прокачаны soft skills но в теории вы наверное можете тоже но опять же это самооценка уровень самооценки какой-то да насколько вы в ней хорошо ориентируетесь но желает это просто тему выделить да если это hard skill там проще насколько вы обладаете технологии там программирование на java или на печки или еще что-то да и дальше соответственно по ней вы сядете где вы находитесь то есть чем больше вы детерминируете тем лучше если вы не можете с тема слишком общей попробуйте разбить на направление какие-то ну например там программирование на java да но вам кажется что там сложно просто оценить насколько вы какого квадрата находитесь разбить по направлению например насколько вы владеете паттернами проектирование насколько вы знаете там объектно-ориентированной программирование если понимать о чем я и так далее и оцените себя там как раз так вы и поймете в каком вы станет сейчас находитесь да и где вам нужно прокачать да то есть вы опять же поймете что не всю java вам нужно прокачать например только основа там архитектурных решений какие-то на джаве например и вы начнете искать себе конференции там тренинги именно на эту тему вот в таком случае это будет как раз более целенаправленно не будет ковровой бомбардировки да вы не будете просто ходить на джава конференции или вы будете хотеть на джава конференции выбирать темы которые нужны именно вам для прокачки вашего навыка конкретного навыка который является частью вашего карьерного плана берем спасибо еще вопросы коллеги да и а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Как карго-культ у папуасов, да? То есть фактически вы хотите сказать, что тренинги, которые проводятся у нас в стране, это фактически калька с иностранных тренингов. Я не могу с вами не согласиться, потому что все мы будущие айтишниками знаем, например, что те же технические книги, они все хороши на английском языке, потому что все оттуда стартует. И многие психологи, философы, они тоже писали не на русском языке. Соответственно, нужно понимать, что многие знания к нам приходят из океана, и тут их нужно правильно адаптировать, как вы правильно сказали, под русского человека. То есть хороший тренинг, он именно базируется на той целевой аудитории, для которой это будет. Алексей, насколько я знаю, как раз много может сказать именно о адаптации тренингов именно под ту аудиторию, для которой тренинг этот проводится. То есть непосредственно именно для русских людей. Я знаю, он может рассказать о отличии, допустим, немецкоязычного сообщества, русскоязычного сообщества. Так что, Алексей, дополняйте. Ну и опять же я разобью ваш вопрос на части, к вопросу про learning how to learn. Человеческий мозг хорошо воспринимает, когда бьет большие объемы на части. Первое по соотношению карго-культу в стране. Я тоже соглашусь с Ильей, с вами, в том смысле, что особенно первые soft skills тренинги, это была прям абсолютная калька с американских. Абсолютная калька с известных тренеров, того же Брайана Трейси, первого тренинга. Он приезжал в свое время в 90-е годы, пытался их рассказывать. У него что-то здесь не срослось. Он бесплатно ставил пакет своих тренингов, уехал из страны, но потом, правда, вернулся, через лет 5-7 прочитал все-таки свои тренинги. Но вот на базе этих пакетов первые тренинги soft skills тренинги были в Москве. И люди, конечно, не до конца понимали, значит, вообще что происходит. И просто калькировали, как оно есть. Соглашусь со вторым тезисом, что, в принципе, калькированный тренинг с иностранного у нас не зайдет сразу. И даже дело не в том, что он может быть построен методологически не совсем правильно. Большинство современных тренингов именно так и строят. Я, например, на своей практике встречал такие тренинги, которые хороший тренер проводит, но они проводятся методологически правильно, по всем этим удовлетворяют критериям. Вопрос другой в том, что их нужно действительно адаптировать под российский менталитет. Но тот вопрос не в том, какой год за окном. Просто менталитет у нас так называемый, условно говоря, восточный. Откуда приходят к нам эти тренинги? Это менталитет западный. Есть определенные разницы между этими менталитетами, которые складывались тысячелетиями. И поэтому конкретный год за окном не сильно важен. Но то, что их нужно адаптировать под нашу культуру, обязательно. Есть такое понятие, как проявление культурных стандартов. То есть вся культура, которая, или менталитет, как мы это называем, на самом деле делится на набор таких проявлений культурных стандартов. Ну, к примеру, если назначаем встречу вместе с нашими иностранными коллегами в 9 утра, большинство коллег иностранных к 9 утра придет, ну, европейский, скажем так. Большинство коллег наших опоздает. Хотя это никак не отменяет того факта, что есть коллеги наши, которые пришли раньше, и есть коллеги иностранные, которые пришли позже. Но большинство все-таки именно поступит так. Это и есть проявление культурного стандарта, который связан с внутренним стержнем контроля. У нас он, не сказать, что он отсутствует, но он гораздо более ослабленный, чем у западных коллег. И это вот к вопросу, вот коллега ушел, про самую мотивацию. Это вот как раз отсутствие этого внутреннего стержня. И для того, чтобы тренинги заходили правильно, в данном случае, вот если нужно именно этот навык победить, не навык, а именно этот культурный стандарт победить, нужно тренировать, тренировать и тренировать. В таком случае просто тренинг, как правило, он превращается в такую, как бы сказать, постоянную практику. То есть он один или два дня проходит, при этом теория там в начале на полтора часа, а остальные два дня идет практики. Это момент на механизацию этого навыка. Поскольку внутреннего стержня нет, который будет заставлять этот навык тренировать самостоятельно, давайте натренируем его сейчас. Вот один из вариантов адаптации под российский, славянский мандалитет, скажем так. А так да, то есть если его калькированно взять оттуда, он, скорее всего, не зайдет. Нужно их адаптировать. Я знаю оттичных тренеров, которые это хорошо делают. Поэтому, в общем, так. Спасибо за вопросы. Еще есть какие-то вопросы, коллеги? Тогда спасибо. Если вопросов нет, тогда, собственно, отлично, Алексей, что ты здесь. Сейчас мы попросим нашего коллегу немножко приглушить свет, чтобы нам снова было видно картинку. Вот. И, подводя итог, хочется сказать о том, к чему готовил Алексей с самого начала, о том предложении, которое будет, о том бонусе, которое будет для всех, кто таки дожил до конца. Спасибо всем. По соответствующему QR-коду и УРУ можно будет найти материалы, которые использовались и показывались на этом тренинге. И, помимо этого, можно будет найти список литературы, который использовался и применялся для подготовки этого тренинга. То есть, как раз те вопросы, которые вы задавали. Также там будут различные ссылки, которые использовались в конференции. И вы найдете для себя отличное предложение на один из ближайших soft skills тренингов, который пройдет в Воронеже в марте. Спасибо вам, коллеги. Приходите еще. Спасибо.